Иногда они возвращаются Прошло уже немало лет с тех пор, как московские ЦСКА и Динамо оба считались одними из главных претендентов на чемпионство Даже если один из них высоко катировался букмекерами, то другой неизменно довольствовался малым В рамках континентальной хоккейной лиги ЦСКА в башне встречался с Динамо с иных плывом В самом первом сезоне красно-синие уступили в 1-4 финала Динамо Михаила Головкова со счетом 0-3 А год спустя они проиграли в первом раунде с аналогичным счетом предтеча современного Динамо ХК МВД В том сезоне команда Олега Знарха проиграла лишь одну серию, финальную В этом сезоне армейцы дважды встречались с Динамо в регулярном чемпионате В первой встрече они уступили со счетом 4-6, а во втором матче взяли реванки 4-2 По голам 8-8, по победам 1-1 Вам кто-то сказал, что в этой паре есть фаворит? Не верю, вас хотят обмануть И Динамо, и ЦСКА на первый взгляд с легкостью прошли первый раунд нынешнего плыва Белоголубые в сухую обыграли Братиславский Слован А парни Вячеслава Буцаева с аналогичным результатом одолели пражский Лев Однако легкой прогулкой ни одну из этих серий назвать ну никак нельзя ЦСКА с большим трудом выиграл первые два матча в Москве Сломив сопротивление чешской команды лишь овертайм А в Праге армейцы провели еще две сложнейшие встречи Выиграв соответственно 3-1 и 2-1 Итого из четырех матчей 3 завершились победой красно-синих в одну шайбу Ничего себе легкий первый раунд Динамо лишь в одном матче доиграл со Слованным до овертайма На протяжении всей серии демонстрировал более зрелую игру Конечно, можно указать на тот фактор, что в первом матче не пошла игра у вратаря Словакова Ярослава Януса А поражение в третьей встрече на совести его сменщика Пронислава Конову Но тем не менее, не стоит забывать, что Динамо знает цену Кубка Гагарина В то время как для Слована это был первый плывок в континентальной хоккейной риге За счет чего же эти двое смогут склонить чашу весов в свою пользу? На столь позднем этапе сезона очень многое зависит от тренерской работы Какое звено под какое выпускать? Какому галкикеру доверить место в воротах? Кто должен выходить на большинство? Как перекрыть соперник кислород на пятаке? Ставить ли капканы в средней зоне? Ответы на все эти и многие другие вопросы придется искать Олегу Знарку и Вячеславу Буцаеву Для Буцаева это отличная возможность заявить о себе во весь голос К 42-м годам он уже зарекомендовал себя как талантливого наставника Выиграв Кубок Харламова с Красной Армией И поставив игру первой команде ЦСКА Однако в его резюме еще нет по-настоящему громких побед Если он сможет победить Знарка и Динамо Две серьезнейших величины в нашем хоккее Это будет действительно знаковое событие Второй важный фактор в этой серии Это игра в неравных составах После первого раунда ЦСКА занимает второе место по реализации большинства А Динамо, внимание, последнее по игре в меньшинстве Впрочем, стоит отметить, что Динамо в первом раунде удалялось реже всех остальных команд Так что братьям Радуловым и Якову Рылову не стоит рассчитывать на уйму времени в большинстве Равно как и Динамовцам не стоит забывать, что в случае удаления Им придется броняться против Радуловых и Якова Рылова Незавидные участия Перед стартом плей-офф Динамо нужен был лидер в атаке Нужен был кто-то, кто, как Михаил Анисин год назад, будет забрасывать шайбу за шайбой Забирать очко за очком Иными словами, делать результат И этот человек нашелся в лице Якова Петружалика Ему потребовалось довольно много времени на притирку к новой команде Но в критическую минуту, в первых матчах плей-офф Он все же заиграл так, как от него и ждали болельщики Динамо В четырех матчах против Слована он забросил пять шайб и набрал семь очков При этом ему удалось забросить одну из самых красивых шайб первого раунда Сольные проходы через все три зоны с точным броском в конце можно смотреть до бесконечности ЦСКА же, в свою очередь, не надо было искать лидера Армейцы нашли его еще летом и подписали на четыре года Александр Адулов подтвердил свой высочайший уровень сначала в регулярном чемпионате А затем и в серии с Брашки-Любом, где он набрал семь очков за четыре матча Если ЦСКА есть, за что его пожурить, так это, наверное, лишь за тот факт, что, будучи безоговорочным лидером лиги среди нападающих по игровому времени Александр отметился лишь одной заброшенной шайбе в первом раунде плей-офф Впрочем, многие из его передач было бы справедливо записать именно в графу точных бросков В этом сезоне Адулов сыграл два матча против Белого-Голубых Забросил две шайбы и набрал пять очков за результативность Если Динамо хочет выиграть эту серию, то Адулов должен быть нейтрализован ЦСКА Динамо — это больше, чем серия Это противостояние двух великих школ Это наше прошлое Это наше настоящее Это то, без чего этот плов был бы неполным Это Радулов и Петружалик Это Буцаев из Нарок Это столичные дерби Это новая страница огромной истории Это нельзя пропускать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok